Выпускной вечер для учащихся лицея имени Лобачевского. Каких успехов удалось достичь? Ну вообще на самом деле этого момента, мне кажется, ждет каждый ученик, потому что это такая завершающая точка всего самого прекрасного и учебного, и думаю пропускать его это просто очень обидно. Шестиклассник создал платформу для реализации молодежных стартапов «История пути маленького гения». Очень бы хотелось рассказать проект правительства РТ, то бишь Ростан Миниханова, потому что если наш проект одобрит, то, скажем, буду я очень рад. Когда закончится аномальная жара? В ближайшие два дня температура будет понижаться. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Диана Жленкова. В Казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета. Мероприятие началось с церемонии вручения работникам университета государственных и ведомственных наград Российской Федерации и Республики Тадарстан. Далее прошли выборы деканов высших школ и заведующих кафедрами. Был проведен конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Также представили сотрудников к присвоению ученых званий и выдали дипломы кандидата наук. Выпускной вечер для учащихся лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета прошел в КСК КФУ «Уникс». Смотрим! Волнение и предвкушение на пороге нового большого пути и в то же время тоска по уходящей школьной жизни. Сегодня выпускники испытывают множество чувств, прощаясь с родными стенами лицея. Напутственными словами поддержал их ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Я желаю вам успехов по жизни. Хотелось бы, чтобы вы выстроили такой путь, который бы помогал вам идти, надеюсь, по длинной жизненной дороге. И всегда будем благодарны, если вы найдете возможность прийти в лицей, прийти в университет и поделиться своими успехами. В этом году лицей имени Лобачевского отправляет во взрослую жизнь 106 выпускников. Это 4 профильных класса, где углубленно изучались математика, физика, информатика, химия и биология. Среди них более 30 медалистов, а также победители и призеры всероссийских олимпиад и международных конкурсов. Однако не только интеллект – сильная сторона лицеистов, но и доброта. Об этом рассказывает директор лицея Елена Скобельцина. Это выражается в том, что они очень активно участвовали в благотворительных акциях. Они являются кураторами жителей Кайбетского дома престарелых и инвалидов. Четыре раза в год вместе с другими лицеистами они навещали их с концертами. И, конечно же, каждый год эти ребята летом участвовали в трудовой практике, так мы ее называем. Это подготовка помещения лицея к новому учебному году. На торжественном вечере воспоминаниями и благодарностями делились не только сами выпускники, но и их учителя и родители. Также по традиции учащиеся выступили с творческими номерами. Ну вообще, на самом деле, этого момента, мне кажется, ждет каждый ученик, потому что это такая завершающая точка всего самого прекрасного и учебного. И думаю, пропускать его – это просто очень обидно. К слову, как отметила директор лицея, по предварительным данным, порядка 90% учащихся планируют продолжить обучение в Казанском федеральном университете. Диана Шаленкова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Совета Российского союза ректоров. Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла защита одних из первых магистров программы «Петролиум инжиниринг». О том, какие перспективы открываются перед выпускниками программы, смотрите далее. Главной целью программы является подготовка специалистов, хорошо разбирающихся в современных тенденциях нефтегазовой сферы. В первую очередь с точки зрения добычи, повышения нефтеотдачи и моделирования нефтяных месторождений, а также тех, кто способен реализовывать проекты не только в России, но и по всему миру. И для этого как раз программа реализуется на английском языке, и к ее реализации привлекаются специалисты из различных стран, из различных университетов и компаний мира. Она рассчитана на любых людей, любых студентов, кто хочет получить англоязычное образование. Но вот так и сложилось, что среди иностранцев особенно она была актуальной, интересной. Несмотря на то, что большую часть группы составляют иностранные студенты, среди них представители Ближнего Востока, Африки и Южной Америки, в программе приняли участие и российские студенты. Таким образом сложился межкультурный коллектив, где все успешно защитили диплом. Среди них и казанец Равиль Сагдеев, который уже много лет работает в арабской стране Катар. И так получилось, что нужно было второе образование, именно более узкопрофильное, более нефтегазное дело для моей работы в Катаре. И узнал, что есть такая программа, она говорящая, что мне очень удобно, что мне было нужно. Здесь было больше нефтехимии, геологии, что мне не хватало. Моделирование очень важно, потому что здесь получается есть класс, именно лаборатория 3D. Там у нас обучали именно моделирование, здесь делают модели по скважинам. Это очень понравилось. Отметим, что выпускники получают не только диплом Казанского федерального университета, но и приложенную к нему справку о том, что обучение проходило на английском языке и соответствует международным стандартам. Это позволяет выпускникам найти работу в любой точке мира. Набор на эту программу идет каждый год. Сейчас набор открыт, и мы всех приглашаем подать заявление, чтобы получить качественное образование международного уровня на английском языке и обеспечить себе хорошее будущее в нефтегазовой сфере. Возможно ли реализовать свой проект в 11 лет? Таир Гатаулин доказал, что можно. Ученик 6 класса создал сайт для реализации молодежных проектов. Все подробности далее. В 7 лет мама Таира отвела его в школу программирования «Софтиум». Там он научился о зампрограммировании. Но сейчас, по его словам, навыки этой школы для него недостаточны, и нужно уже изучать что-то новое. В интервью нашему телеканалу Таир рассказал о своем первом проекте. По-быстрому сделал сайт, на котором можно было покупать игровые услуги за участие. Тогда мы еще делали систему внутренних игровых валют. Но очевидно, проект не удался, потому что таковых там людей не было. Но на этом только Таир не был намерен останавливаться. В 2019 году Таир создал сервер. После нарабатывались новые различные идеи, которые он объединил в один проект, и получилась интернет-платформа для молодежных стартапов. Сейчас сайтом больше занимаются другие люди, так называемые технические черви, говорит Таир. Он сам сейчас ищет людей для поддержки жизнеспособности сайта. Очень бы хотелось рассказать проект правительства РТ, то бишь Рустам Миниханову. Потому что, если наш проект добрый, то, скажем, буду я очень рад. Если масштаб проекта будет республиканского уровня, то он также сможет найти более талантливых детей. По словам Таиры, проекту нужны и бизнес-ангелы. Люди, которые оказывали бы техническую и финансовую поддержку. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Универньюз. Трава в городе выжена солнцем. Люди скупают прохладительные напитки. А заветное желание для многих – это встать под кондиционер. Когда это закончится, расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. На днях Ассоциация туроператоров России включила Тазарстан в топ-10 самых жарких точек Европы. На прошлой неделе дневная температура в столице республики превышала 30-35 градусов. Как пережить жару в раскаленных каменных джунглях? Блогеры называют эту рубрику «Что в моей сумочке?», а у нас будет минимальный набор для выживания при жаре. Выходя из дома, обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и воду. Вероятность получить солнечный ожог подстерегает не только на пляже, но и на улицах города. Не обгореть поможет уходовая косметика с СПФ-защитой – крема, масла, лосьоны. Одна из главных опасностей в такую жару – увлечься прохладительными напитками. Резкие перепады температур провоцируют снижение иммунитета и увеличивают риск подхватить вирусное заболевание. Когда же закончится аномальная жара? На этот вопрос ответил метеоролог Казанского университета Тимур Ауходеев. В ближайшие два дня температура будет понижаться. Первые декады июля пока прогнозируются с положительной аномалией, но уже не в плюс 9 градусов, как сейчас, а в первые градусы, в 2-3 градуса выше нормы. На этом все. В студии была Диана Желенкова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»